Дворец культуры нефтепереработчиков в этот вечер заполнили взволнованные учителя, школьники и их родители. Сотни людей собрались на праздничное торжество и на большой сцене наградили тех, кем особенно гордится девятая школа. Я очень рада, что победы и награды и достижения наших детей с каждым годом все возрастают и возрастают. Я понимаю, что это заслуга и наших учителей, и нашего педагогического коллектива, потому что в школе работают самые профессиональные, дружные и учителя с большой буквы. Хотелось бы сказать искренние слова благодарности за те успехи, которые сейчас у нас есть и нашим же спонсорам, потому что благодаря их поддержке, а это Мозырский нефтеперерабатывающий завод, заводском беназаря и также родители, которые помогают нам ежегодно подготовить школу к новому учебному году и вообще оснастить ее всем необходимым. Благодаря поддержке спонсоров и родителей этим летом, помимо косметического ремонта в школе, капитально обновят столовую. Но это планы на будущее. А в ярком настоящем сказочные герои Василиса Премудрая, царь, кот и современный пионер приглашали на сцену самых умных и активных творческих и спортивных учеников. Некоторые выходили по несколько раз. Почти выпускник Сергей Мартинович в своей копилке имеет дипломы Олимпиад сразу по четырем школьным предметам. Признается, поддержку оказывают не только родители и педагоги, но и одноклассники. Они всячески меня поддерживают, очень рады моим успехам и они стараются как-то, может, вместе со мной участвовать. Может, что-то спрашивают у меня по этим предметам и не только. Наверное, вот этот год, он самый успешный как и по оценкам, так и по Олимпиадам. И вообще, последний год, наверное, самый лучший в школе. Ну и надо его запоминать таким, как он есть. Гордость за своих учеников по праву испытывает и учитель белорусского языка Оксана Полищук. Победителей и призеров Олимпиад различного уровня она готовит уже несколько лет. Хотелось бы сказать, что достижение, во-первых, не мое, достижение все-таки учащиеся. Но я стараюсь привить им интерес к своему предмету в первую очередь. И когда ребята интересуются белорусской мовой и литературой, то здесь уже моей работы немного. Я передаю свои знания и получаю результат и горжусь достижениями своих ребят. Поводом для радости в девятой школе становятся не только интеллектуальные достижения учащихся. За прошедший учебный год ярко засиял коллектив чирлидеров Energy Kids. Энергичная команда засветилась на многих значимых городских мероприятиях. Привезла гран-при Кубка Беларуси, дипломы победителей и призеров других крупных соревнований. Совершенствоваться на внеклассных спортивных занятиях помогают родители и педагог Алена Янковская. Детям очень нравится заниматься танцами, с удовольствием сюда приходят. Алена Ивановна их умеет заинтересовать и в то же время достигают больших результатов, чем мы очень сильно гордимся. Мне кажется, она для них большой кумир. Она их умеет организовать, она их умеет всегда похвалить, умеет всегда каким-то словом поддержать так, чтобы им... Они бегут на танцы, бегут на тренировки, им нравится заниматься. Многие из родителей сами когда-то были выпускниками этой школы. Другие вслед за старшими детьми обязательно ведут младших, не изменяя правильно сделанному выбору. Известный тренер Наталья Гордынская, мама восьмиклассника девятой школы и будущего первоклашки. В девятой школе очень хороший педагогический коллектив, администрация школы. К детям отношения как к своим собственным, и это самое главное. Мой старший сын без проблем посещает школу, ему нравится ходить. Уроки он делает самостоятельно, и это заслуга, я считаю, учителей и того же классного руководителя, с которым он себе 8 лет работает. За 4 учебных четверти и даже летние каникулы ученики девятой школы собирают один из самых больших в районе букетов наград интеллектуальных, спортивных и творческих состязаний. Радостью своих достижений они с удовольствием делятся друг с другом, как в настоящей дружной семье. Екатерина Юрченко, Лидия Поттер, Олег Фиттнер, телеканал Мозырь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова